Здравствуйте! Мы с вами находимся у одного из самых засекреченных зданий в Австралии. Шучу, конечно. Мы с вами находимся у офиса департамента миграции, который находится по улице 22-26 Ли-Стрит, прямо около Централ Стейшн, а здесь находится департамент миграции. Ребята часто задаются вопросом, как нам жить в ситуации, когда в общем-то законодательство Австралии запрещает давать нам иммиграционный совет. И в общем-то, когда мы ведем какую-то публичную деятельность, все кажется опасным нам, мы боимся дать друг другу совет, боимся, что это будет истолковано как совет иммиграционный. Но более важным аспектом, я считаю, что в принципе это как хождение по болоту или по минному полю. Одна ошибка может стоить вам очень дорого. Особенно печально, когда из-за неумного и не квалифицированного совета в общем-то страдает человек. Человек, который вполне возможно мог бы найти информацию и получить совет без всякой для себя проблемы. Когда спрашивают, каким образом воздавательный агент Александр Петров решает вопросы сдачи иммиграционного совета, существует очень много доказательств. На самом деле, по причине своей лени и по причине того, что Александр Петров не желает брать на себя ответственность, своего рода уход от ответственности, Хитрый Александр Петров, обрадовательный агент, тот же Рамзес, придумал трюк. В самых сложных условиях Александр Петров и его студенты идут к члену федерального парламента, одному из членов. На данный момент это случайно оказалось, так уж получилось, министр иммиграции Австралии Скотт Моррисон. Ну так, в принципе, любой член парламента, который является в данный момент как раз представителем гражданина Австралии Александра Петрова на местах. И, соответственно, вопросы, которые возникают в конкуляционном плане у Александра Петрова и его студентов, решают с этими людьми. Но, в общем-то, некоторые мелкие вопросы, и в 99 случаях именно они имеют место быть, решаются вот как раз за моей спиной. Если вы видите, там существует такая своего рода очередь, стоят люди, эти люди ждут помощи от совета, помощи совета от департамента миграции, и они этот совет получают. Это и есть иммиграционный совет. Все предельно просто, вам не надо платить бешеные деньги каким-то нечистоплотным жуликам, среди которых очень много облагателей, лицензии МАРа, точнее МАР, лицензии, которые дают право за дачу иммиграционного совета. Но дело в том, что эти люди являются проводниками и компиляторами той информации, которая в чьих-то виде находится в прекрасном видении людей за моей спиной. Таким образом, хитрый и ленивый образовательный агент Александр Петров просто приходит со своим студентом и задает вместе со студентом вопросы лично работникам департамента миграции и получает вполне вчеркивающие ответы. На данный момент вопрос будет в том, что один из наших студентов, хороший, в принципе, человек, собирается сейчас переподаваться на 572-ю визу, достаточно быстро у нас был английский язык, что, в общем-то, я надеюсь, покажет и тест-райлс, который он будет в скорости сдавать. И поэтому, чтобы не обременять себя, чтобы студент был уверен, что совет правильный и идет с первых рук, мы просто пришли сюда, студент, наверное, придет через 5-10 минут, и мы получим этот квалифицированный совет. Единственное, о чем я хотел бы вам напомнить и предупредить, что работники департамента миграции тоже люди, они не могут знать все. Они точно так же руководствуются сайтом, и вполне возможно, что информацию, которую они получают с сайта, они могут интерпретировать неправильно. Но преимущество между советом данным таким дядей вам, который точно такую же информацию слышал, и информацию, которую вы получаете от этого офицера, то есть работника эмиграции департамента. Различие в том, что если работник совершит ошибку и даст вам неправильную интерпретацию постулатов департамента эмиграции, вы точно знаете, когда был дан совет, это было все записано, вы знаете имя человека, офицера, который дал совет, и если контакт, ваша судьба зависит от этого неправильного совета, совет будет дезавуирован, и решение не будет не в вашу пользу, скажем так. Поэтому я очень рекомендую всем, во-первых, помнить, что ни образовательные агенты, ни миграционные агенты не обладают стопроцентной информацией. Эта информация обладают люди, которые как раз находятся у меня за спиной, и это единственные люди, которые в действительности могут и должны давать вам такой совет. Второе, такое небольшое пояснение. В действительности студенту не всегда легко предположить, что он может сделать, и какие вообще в принципе существуют варианты. Вот для этого и существует обладательный агент Александр Петров, хитрый и ленивый. Но в данном случае вы должны понимать, что все те обладательные агенты, которые схватывают вам какие-то курсы в Австралии, они должны иметь, грубо говоря, голову на плече, или царя в голове, и физически находиться в Австралии. Быть людьми, которые, в общем-то, знают, что делают, и готовы в любой момент потратить свое время на помощь своему студенту. Когда вы работаете с теми, кто в России находится в офисах, и, в общем-то, практически не знает Австралии, и который просто перепродает какой-то курс учебный, и не способен вам помочь, когда у вас придет такое время в Австралии, такими агентами лучше дело не иметь. Большое спасибо.